теперь я поняла непогода природа не хотела отпускать меня с рыбных мест хотела здесь задержать вот задержала я наловила рыбы очень вкусное мясо у ленка но такое мясистое и костей очень мало в ней в этой рыбе почти нету ну мелких нет крупные легко вынимаются очень вкусное мясо очень жирная кожа объедение приезжайте на реку соболох маян не пожалеете вот наведя ревизию своих запасов продовольственных это жир внутренний вот еще три кусочка красной рыбы гольца еще с озера и балах ну и крупы у меня осталось где-то полкило наверное хватит может 400 граммов хватит чтобы дойти до населенки еще рыбу по пути поймаю вот вот мой главный запас соль на рыбу хватит вечером и начало ночи был дождь опять ветер гулял а сейчас вышло солнышко наконец-то погода кардинально меняется не кардинально резко туда-сюда сейчас опять может дождь пойти здесь тучи такие непредсказуемые тент вот порвало меня сейчас буду ремонтировать ночью перетягивала даже я продолжаю сплав рыбалку в таких классических местах кидаю на сбойке струйки но от чего-то пока не берет погода что ли зависит солнце проявляется редкими такими пятнышками опять уходит за тучки итак после вторых суток непогоды от чирки в лагере на берегу я снова продолжаю сплав по реке соболов майян впереди показалась возвышенность сейчас оттуда должен быть хороший обзор там точка сто двадцать шесть метров над уровнем моря вот здесь река делает такую большую петлю и вот эта точка там тригопункт должен быть сейчас попробую туда сходить посмотреть на тут на бережку гуляли и туда и сюда но ничего приятно прогуляться по берегу после гребли здесь болото сначала даже глюквы есть осенние краски маслятки масляточки ой ну у меня столько рыбы мяса не было открывается вид на реку солнышко выглянуло еще краски осенние тайги конечно божественные непередаваемо красивые вот куст с плаником метра три с половиной высотой вот здесь кто-то рылся парковый лес says ну а вас вы estás по ас тво по за подъем очень вописный Пусть гора невысокая, 124 метра, но зато как красиво Вот уж точно, море Тайги Вот она вершинка, вот он обзор Ой, кусты правда закрывают А не, вон там еще есть повыше Далее далекие Вон он тригомпункт, я знала, что он там, просто здесь чуть-чуть повыше Сейчас я и туда схожу Вид на реку в другую сторону петли Далекий Верхоянский хребет Остался далеко Тригонометрический пункт Постройка топографов, геодезистов советских Времен 30-х, 40-х годов Время освоения Заполярья А лестница сохранилась, крепко А тут, наверное, вид Ничего крепко Ох, нас с вами строили Ох, вид открывается Здесь я уже проплыла Вот с этого изгиба я пошла подниматься на обзор Вон туда поднималась, там возвышенности Сюда шла по верхам Здесь перешей к большой петли И вот там вот Это озеро, в принципе А вот там дальше, на дальнем плане уже река течет О, 126 метров над уровнем моря А вон Обрыв, под которым я ночевала На противоположном берегу реки Вон он Где-то там Вдали Подножия заснеженных гор Верхоянского хребта Эх, до свидания, хребет Уплываю Уплываю Ухожу Из здешних мест Старые кусты сланика Как огромные гигантские пути Водороны О, что отстаёт В Редька Все небо расчистилось Наконец-то восстановилось Это просто фантастика Если мне совсем не хочется Выплывать Цивилизацию Все, а три-четыре дня Осталось Наступил полный штиль Закат Семь вечера Когда солнышко То и темнеет Позже В непогоду приходилось Пять уже начинать искать В это время темнело А сейчас Благодать настала Я расположилась На узкой полочке В огняке А сверху там редкий лиственичник Все У меня уже Стоит палатка Чай уже попила Сейчас буду Супчик варить Из лосятины Последний Такое местечко Супчик у меня будет С самодельной лапшой А то Мука осталась А масла-то уже нету Сейчас 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 Будет кипеть Супчик Может Конечно не лапша А галушки Посмотрим Такие толстенькие Ух О! События неожиданным образом Повернулись Меня встретилась С моторкой Меня Вот Мужики Подложили Подбросить Там внизу Уже Будет Совсем Течения Не будет В общем Я согласилась Мы остановились На заправку В падении Немингды Отсюда Остается Где-то 56 Км До поселка Мужики Оказались местными Проводниками Они Сопровождали Группу Рыбаков И вот Уже Десять дней Были здесь На притоке Соболов Маяна Лось на лабазе Был их добычей Я поблагодарила Ребят За мясо А они Даже Не заметили Пропажи Такой капли Поломался Пока Ловим Рыбу Ну Мыша Может Таймень Взять Однако В наступившую непогоду Рыбалка И у профессионалов Стала похуже Вот Так И сплавляемся На веслах А вторая моторка Спешно Ушла К рейсу Самолета В Жиганск Мы приближаемся К вышке Оттуда Может быть Будет связь Чтобы нам Запчасти Привезли А то Спутниковый телефон Нет связи Спутниковый телефон Есть А связи Нету Сейчас пойдем на вышку Вот Я нахожусь в палатке Юрта Это прям целый дом Вот так Настоящие Охотники живут В комфорте Мы едим рис С лосятиной Ну Говорят Там еще тушенка А это что Рыба соленая Лимба А Лимба Да Я вот узнала Что местная крупная рыба Называется лимба А я ее лимком называла А вот Уха У нас еще В общем Палатка Очень Очень Комфортная У вас у всех такие палатки? Кто есть? Только у меня Вот такая палатка Юрта Светится в ночи Вот как спят нормальные Жители тайги На шкурах Ну Сначала Толстый коврик А так палатка Вон без дна Ничего И печку может затопить Да? Тепло в ней? Конечно Жара Понятно Вкладыш берете Спальник Вот Как дома Уют Настоящие Люди тайги Везде делают уют Что в тайге Что дома Правильно? Да Так Счальник Скипить Дима А вы говорите Что сейчас Опаснее Лоси Чем медведи А почему так? А? Почему так? Лоси сейчас злой Лоси очень очень злой Чем медведи Даже медведи и волки боятся от него сейчас 12 сентября Солнечное утро встречают Сегодня Нас здесь на этом месте Ночью Вызвездило Кричала сова С обрыва Падали камушки Вон там на галичнике ребята стоят Такое здесь место Может быть не очень хорошее Выбрали Потому что рядом была Связь Вышка Вот он Обширный галичник Ждем когда мотор Моторка Привезет нам Запчасти Километров 40 осталось До впадения в Лену Вода за ночь Поднялась примерно на метр Я бы одна Наверное побоялась Вставать вот так На галичнике Но ребята знают Что сильно Сейчас не должно прибыть В этой Мы снова грибем Вернее я то не грибу Вот ребята грибут Навстречу Подмоги С запчастями Не сиди же на месте На реке здесь еще встречаются быстротойки Но ветер Владимир Расскажите Значит ваша Организация Занимается Вывозом туристов сюда Ну вот как туристу попасть Как туристу попасть сюда на рыбалку и охоту Куда надо обращаться Ну они обычно обращаются На 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 • Они через Значит, лучшее время? В августе В августе Конец и Юре Начало То есть, из Жиганска Вы их забрасываете на моторки вверх по реке Да? Ага Большие речки, как Нангере Мейен По этой речке У нас там по ходу Гути И через 3-й ход Гути Вот нам и едет Уже подмога В моторе Да, интересно Местные жители Реку Соболох Маян называют просто Мейен Впереди показался Другой берег Ильены уже Впереди Здесь внешний четверник А широченный Приближаемся к поселку СТТА Лена Лена здесь образует много рукавов Острова Мы сейчас не в основном русле В одной из проток Лены А сам поселок СТТААМ Он находится не на берегу Лены Вон видна маленькая черточка моторки Она заходит в устье К СТТААМКИ Именно на этой речке И расположен поселок СТТААМ Речка Это здесь внизу совсем мелководная Небольшая От Лены до поселка Здесь надо подняться Несколько километров Против течения Пристань поселка Сам поселок небольшой В нем проживает около 400 человек Машины здесь обходятся без номеров А вон там вдали поселок Туда уже на машинах надо подъезжать А мелко На лодке не подгребешь С мотором А вот уже и береговой обрыв реки Лены В ее основном русле События развиваются стремительно Можно сказать, что я попала с бала на корабль Не успела сходить в поселок СТТАМК Выяснилось, что скоро придет теплоход до Якутска И вот на моторке мы едем к причалу Который расположен на берегу Лены Мы приплыли на причал Но сейчас выяснилось, что теплоход пойдет только завтра Поэтому будем здесь ночевать На берегу Лены Вот в этом балке Как там внутри? Что там? О, отличная какая избушка С печкой все есть тут Замечательно Всем известно Проленские столбы А вот кто знает Проленские глыбы из спрессованного песчаника Здесь целый пляж этих камней Удивительных Очень плотная структура Все вокруг выветривается А вот эти глыбы остаются Удивительное образование Вот они сползают со склона Вот такая песчаниковая плитка Вот такая песчаниковая плитка О, не разломаешь на самом деле-то О, вот так вот Какие излояния Гладенькие Все это конгломераты Из юрских отложений Цементированные осадочные породы Оливролиты, песчаники О, какой Интересно, как образовывались эти глыбы-монолиты Спрессовывались, цементировались Под воздействием давления, температур Каких только слоев тут нету Ох Река Лена катит свои воды К Северному Ледовитому океану Прям яйца динозавров Почему они такие круглые? Ленский омуль Он гораздо больше, чем Байкальский омуль Да, конечно Это вы сейчас как ловили? На небо Небодом? Ага 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 Большинство людей, которые здесь Ожидают теплохода Не поедет на нем А будут передавать посылки со свежей рыбой своим родственникам Икра Поставили уху Варить из омуля Уже готова икра? А как вы ее сделали? Как перемешала? Просто солью? Солью Ночная погрузка на теплоход Наконец-то он пришел Ждали его долго Посадка по трапу скачающегося фортомоторки Теплоход Механик Кулибин На нем идем Идем в Якутск И так Закончен мой маршрут Через Верхоянский хребет Пройдено Около 600 км Пешком, сплавом Где-то даже на лошадях И теперь я на теплоходе Механик Кулибин Возвращаюсь в Якутск По реке Лени Из поселка КСТТА Теплоход Механик Кулибин Совершает регулярные рейсы От Якутска В Нисполене До Тикси И обратно Примерно два раза в месяц Для жителей Отдаленных поселков Это единственная Реальная возможность Провести большой груз Местные люди Везут здесь Из Якутска В поселке продукты Какие-то вещи Крупногабаритные А вниз В Якутск Обратно Везут Рыбу Которую наловили Ягоды Которые собрали Мясо На теплоходе Есть холодильники Ну, конечно Ну, конечно же Это самый дешевый вид транспорта Чтобы добраться самим Летом Здесь едут Далеки Женщины Дети Которые проводят Летнее время В поселках Сейчас я нахожусь На верхней палубе Здесь Упе первого класса Каюты первого класса Расположены Вот такой большой теплоход 65 метров в длину 12 в ширину Сейчас я спускаюсь на основную палубу Здесь Каюты второго класса Где я И еду Сделан теплоход Очень Город Да, горы Теплоход сделан очень качественно Его строили Немцы говорят Все давно Он ходит в советских времен Сейчас Перешел в частное владение Уже Здесь Протогреет Машинное отделение Два дизельных двигателя Кростовой части Столовая Нет Можно Победать А можно Здесь Набрать Питка И заварить Чай Машин Так добротно сделано Старинное дерево Вообще На теплоходе Чистота Порядок Порядок Очень приятно ехать Каюта Каюта Верхней палубы Первый класс Вон такой двухместный номер Теплоход 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 Идет Со скоростью 22 км Час Горы Верхоянского хребта Остаются Сзади Здесь Небольшой отрок Подходит Верхоянского хребта Горы В снегу Сегодня 14 сентября Уже Наверное Не растает снег Старинные Медные Таблички Здесь На теплоходе Даже Можно сходить в душе Проход Дрюм Там сиденья жутких мест Или дешевые Каюты Вмещения На Вмещения А вот И механизм Калибер Через которого Назван Теплоход В носовой части Основной палубы В положенной Каюты Я еду А Четырехместная Я еду С попутчиками Из Костатама Которые меня Пормят Поят У нас еще даже остатки в Омуле, остатки в Омуле, верхние полки, вон на каких цепях, какие-то толстые, вообще все такое крепкое, места мягкие, матрасы, в общем, ездит уютно. А вы сколько уже на нем ездили? Ой, но это старый теплоход. После войны, наверное, это привезли. Где-то в 60-м году, наверное. Да, это самый старый теплоход на Лене. Он был построен в Германии в 1955 году. И так добротно сделан, что практически все его части так и остались изначальными, не заменялись. Только некоторые детали ремонтировались. Подплываем кусту лямпушки. Охотничья база. Сыхают. Завершается мое путешествие. Я прощаюсь с горами. Трое с половиной суток добирались мы до Якутска. И этот постепенный переход в цивилизацию очень хорошо, благотворно повлиял на меня. В горах Верхояня остались намеченные, но не пройденные мной пути. Остались замечательные люди. Остался кусочек моей души. Причаливаем недалеко от города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова